ребята всем привет сегодня мы с вами начинаем разбирать sport light за восьмой класс модуль 1 и начнем с вами с главы которая называется socializing между тем если вы еще не подписались обязательно подпишитесь на мой канал смотрите видео с контрольными работами и домашними заданиями и пожалуйста пишите свои отзывы и комментарии и так и так ребята перед тем как мы начнем вам предлагается ответить на несколько вопросов первое изменилось ли что-нибудь в вашей школе классе в повседневном расписании имеется в виду в ежедневной рутине у вас в этом году и как вы себя по этому поводу чувствуете второе вопрос вот уже favorite summer holiday like какой был ваш любимый летний праздник например можете сказать это например могло быть ваш день рождения или день рождения друга или день защиты детей придумываем да вот я хобби вэндит и стартит какое твое хобби и когда ты начал им заниматься вы можете ответить что мое хобби это плавание my hobby swimming например а и started it it four years ago я начала его четыре года назад да ну а что касается в изменении в школе или классе вы можете сказать что у вас появилось новое расписание или изменилось что-нибудь в классе например перекрасили стены и вам это очень нравится и так далее да например за волосы my classroom were decorated and they look nice and beautiful and i like the color и так далее посмотрите на модуль 1 найдите номера страниц картинкам 1 и 4 а далее найдите страницы номера страниц для записок комиксов приветственных открытых стихов ребята и так что касается записок комиксов и так далее это страницы 15 14 18 и 22 да что касается вот этих картинок посмотрите здесь я написала вам страницы 10 это первая картинка 12 2 13 3 и 21 4 далее listen read and talk about послушайте прочитайте поговорить о breaking the ice нарушение молчания body language языке тело и членах семьи отношениях конфликтах и разногласиях это все будет в данном модуле далее learn how вы выучите как socialize быть общительным социализироваться describe and compare people описывайте сравнивать людей practice практика будет вы практикуетесь в интонации как они пока showing feelings то есть как показывать интонации свои чувства во временах present simple present continuous present perfect present perfect continuous past simple past continuous в статичных глаголах выражение будущего времени с помощью will are going to в степенях сравнения прилагательных то есть сравнительных превосходных превосходных превосходный фразовый глагол вы учите get используйте используйте слово образование прилагательных и и узнаете идиомы описывающие отношения вы будете писать и делать приветственные открытки короткие статьи об общении в вашей стране и стихи и так ребята перейдем к первому модулю 1a reading and vocabulary чтение и словарный запас чтение у нас есть текст перед текстом есть два упражнения первое упражнение what does the title of the text mean что значит название текста how would you start a conversation with someone you don't know как бы вы начали разговор с кем-то кого вы не знаете прочитайте и проверьте далее второе прочитайте текст и отметьте предложение 1 7 true буквами t true то есть правда f false неправда и ds doesn't say не сказано в тексте correct the false sentences исправьте неправильное предложение the explain the words in bold объясните слова выделенные жирным итак ребята предлагаю сразу прочитать текст чтобы уже перейти к упражнению Упражнение первое спрашивает о чем название текста Breaking the ice – это английская идиома, которая переводится как нарушить молчание Итак, читаем и переводим The new girl in your class seems very interesting and you would like to get to know her better Новая девочка в вашем классе кажется очень интересной и вы хотели бы узнать ее получше The guy at the skate park does some amazing tricks and you would like him to show you how Мальчик в скейт-парке делает восхитительные трюки и вы бы хотели, чтобы он показал вам как But whenever the opportunity to talk to them comes up, но как только возможность поговорить с ними приходит You can't think of anything to say, вы не можете придумать, что бы сказать Your palms sweet, you blush, you look away Ваши ладони потеют, вы краснеете, вы смотрите в сторону Второй абзац Whether you are starting a new school, going to a party where you don't know anyone or want to approach a person you fancy You often need to break the ice in order to start a friendly conversation Идете ли вы, начинаете ли вы новую школу, идя на вечеринку туда, где вы никого не знаете и хотите approach, достигнуть подход к человеку, который вам fancy нравится Вы часто должны break the ice, нарушить молчание для того, чтобы начать дружелюбный разговор Breaking the ice means saying or doing something to stop feeling shy or uncomfortable around someone you don't know very well Нарушение молчания означает сказать или сделать что-то, чтобы, стоп, прервать чувство робости и дискомфорта вокруг того, кого вы не знаете очень хорошо Рядом с тем, кого вы не знаете хорошо The reason you feel this way is that you don't know how the other person will react, but don't let it get you down Причина, почему вы так себя чувствуете, это та, что вы не знаете, как другой человек отреагирует, но не дайте этому вас сломить То есть не позволяйте прогнуться себе Третий абзац You shouldn't worry Вы не должны волноваться Almost everyone feels uncomfortable when they first meet other people Почти все чувствуют себя дискомфортно, когда они встречают других людей You feel this way, the following tips can help you out Если вы чувствуете себя так же, следующие подсказки помогут вам это преодолеть, имеется в виду Итак, первая подсказка Smile When you smile, people think you are friendly and easy to talk to Когда вы улыбаетесь, люди думают, что вы дружелюбны и с вами легко поговорить They are also very likely to smile back and help you feel more comfortable about starting a conversation Вероятнее всего, они улыбнутся вам в ответ и помогут вам почувствовать себя более комфортно, начав разговор Далее Второе Develop passions Ну, переводится что-то вроде того, как развивайте увлечение The best way to have interesting conversations is to be an interesting person Лучший способ, чтобы был хороший, интересный разговор – это быть интересным человеком Get involved in activities and talk about them Вовлекайтесь в какую-то деятельность и разговаривайте о ней Make sure you have something to add to a conversation Удостоверьтесь, что у вас есть, что добавить к разговору Далее Be positive Будь позитивным Everybody likes to be around happy people Все любят быть вокруг счастливых людей Try to always look on the bright side of life and to see something positive even in negative situations Пытайтесь всегда быть на светлой стороне жизни и видеть что-то позитивное даже в негативных ситуациях People will enjoy your positive energy and benefit from it Люди будут наслаждаться вашей позитивной энергией и получать преимущество от нее Also be confident Также будьте уверенными в себе If you like yourself, others will probably like you too Если вы нравитесь сами себе, другим вы тоже, скорее всего, понравитесь Далее Be a good listener Будьте хорошим слушателем Develop listening skills Развивайте навыки слушания, так сказать Don't take over the conversation and don't only speak about yourself Не перенимайте разговор и не разговаривайте только о себе Ask other people questions about themselves too Сдавайте другим людям вопросы о них тоже This way they'll know you are interested in them Таким способом они узнают, что вы в них заинтересованы Get out there Don't worry being around new people just because you feel uncomfortable Не избегайте общества других людей только потому, что вы чувствуете себя дискомфортно If you stay in a situation you'll get used to it Если вы будете в этой ситуации, вы к ней привыкнете It's not easy, but it's worth it Это нелегко, но это того стоит After all, the other person may want to talk to you as well В конце концов другой человек может захотеть поговорить с вами тоже But be too shy to break the ice Но быть слишком робким, чтобы нарушить молчание Итак, ребята, а теперь мы с вами отвечаем на вопросы Итак, первый вопрос Breaking the ice Нарушение молчания значит сказать или сделать что-то, чтобы начать Чтобы чувствовать себя расслабленно с новым человеком Это true? Это true, правда Далее Второе People feel uncomfortable То есть люди чувствуют себя дискомфортно, когда встречают кого-то нового Потому что они не могут предсказать их реакции Но скорее да, ребята, в конце потом проверим еще раз Далее Это true У некоторых людей нет никаких страстей, то есть увлечений Ну, я бы сказала, что об этом не сказано в тексте Поэтому doesn't say Далее Четвертое Когда вы встречаете кого-то в первый раз Лучше выглядеть серьезным Это явно false, неправда Лучше выглядеть улыбчивым Пятое Уверенные люди не откладывают вещи Об этом в тексте не сказано Поэтому мы говорим даже на тексте Шестое Когда вы начинаете разговор, говорите много о себе Это явно false, неправда И седьмое Если вы чувствуете себя дискомфортно с новыми людьми Избегайте их общества И это, конечно же, неправда False Окей Далее, ребята Навыки учения Читаем эффективно То есть цель автора Перевожу вам сразу Это причина, для чего он пишет данный какой-то отрывок Это может быть развлекательный, убедительный, информирующий совет, рассказ или описание Узнавая, узнав цель автора Это вам поможет в том, чтобы понять содержание текста лучше Далее перейдем к следующему упражнению Итак, ребята, упражнение 4 Explain the words in bold Choose some to complete sentences Объясните слова, выделенные жирным шрифтом Выберите некоторые из них, чтобы дополнить предложение Так, смотрим в текст и объясняем слова Первое слово opportunity Это возможность Все понятно Blush Краснеть Далее approach Подходить кому-то Находить подход к чему-то Достигать чего-то Лучше всего подходить к чему-то Находить подход к кому-то, к чему-то Fancy Это очень нравится Далее Bright Яркий, позитивный Benefit Получить какие-то преимущества Выгоду из чего-то Develop Развиваться И avoid Избегать Итак, ребята, давайте прочитаем предложение И попробуем вставить Laura's very shy She always blushes When people talk to her Лора очень стеснительная Она всегда краснеет Вставляем слово blush Третье лицо Единственное число Поэтому прибавляем Окончание S Blushes И она всегда краснеет Когда люди с ней говорят Второе I think Andy Fancy He's always staring at her in class Я думаю, что Энди нравится Ким Он всегда на нее Пялится В классе Ну, staring Пялится Так, вставляем Fancy Нравится Опять же Третье лицо Единственное число Вставляем Fancy с окончанием S We benefited from what he said to us as his advice helped us Мы получили преимущество, выгоду, пользу от того, что он нам сказал, так как его совет помог нам Benefited Прошедшее время Окончание Иди Четвертое You shouldn't avoid talking to people you don't know Ты не должен избегать разговора с людьми, которых ты не знаешь Вставляем Avoid Далее, ребята, пятое упражнение Read the descriptions Прочитайте описание List the adjectives in bold as positive, negative И мы должны с вами отметить прилагательные, выделенные жирным шрифтом, как позитивные или негативные Сделайте список такой, лист Итак, первое Tony is optimistic He always looks on the bright side of life Tony – оптимист Он всегда смотрит на светлую сторону жизни Итак, optimistic – это позитив, положительное качество Значит, тут бы мы поставили плюсик Далее Итак, второе Fred is sensitive and caring He always understands how others feel Always stays calm and doesn't get annoyed with people easily He worries a lot about what others think of him Итак, Фред чувствительный и заботливый Он всегда понимает, как другие чувствуют себя Всегда остается спокойным и не раздражается Но людей с легкостью Он сильно волнуется о том, что другие люди думают о нем Но sensitive – скорее положительное качество Которое можно оценить как и положительное, и отрицательное Но я в своем случае ставлю плюсик Далее Третье Claire is patient She manages to stay calm in difficult situation Клэр терпеливая Она ей удается оставаться спокойной в разных ситуациях Тоже позитивное качество Ребята, предвкушаю четвертое Это тоже будут два позитивных качества Итак, четвертое У Боба легкий характер, то есть он легко сходится с людьми Имеется в виду это easygoing Он общительный, он редко расстраивается и любит встречаться с людьми Пятое Анна честная и надежная Ты можешь ей доверять в том, что она всегда говорит и то, что она сделает Итак, ребята, тоже два позитивные качества Это честное и надежный, надежный, reliable Далее Седьмое Сью упрямая Она всегда хочет делать вещи по-своему Мы как отрицательное качество обозначаем Седьмое Тони ингвистичный Ему наплевать на чувства других людей Тоже отрицательное качество Далее восьмое Билл шай Билл ропает Он не чувствует себя комфортно с людьми Ребята, тут некоторые качества Вы можете обозначить как позитивные и негативные Это уже на свое усмотрение Пойдем дальше Шестое упражнение Match the adjectives to the opposites Listen and check Соедините прилагательные с их противоположными значениями Послушайте и проверьте Итак, ребята, первое Оптимистик – это see Пессимистик Оптимист – пессимист Оптимистичный, пессимистичный Второе Shy – confident То есть робкий, стеснительный, уверенный в себе Под A B – selfish, эгоистичный Третье – selfish, эгоистичный Ответ B – generous, щедрый Четвертое – reliable Reliable – он надежный Противоположное – unreliable Ненадежный Stubborn – упрямый Пятая противоположность – D – flexible То есть гибкий, податливый Далее шестое – sincere Противоположность – I Это insincere – искренний, неискренний Далее sensitive – чувствительный J – insensitive – нечувствительный Восьмое – sociable – общительный F – unsociable – необщительный Девятое – patient – терпеливый Ответ H – impatient – нетерпеливый И easygoing – легкий в общении Ответ G – irritable – раздражительный Итак, ребята, перейдем к следующему упражнению Итак, послушайте и соедините к каждому человеку То есть найдите прилагательное, которое лучше всего описывает его Ребята, я уже послушала текст Просто сразу увидели прилагательное Анна у нас общительная – sociable Sue у нас упрямая – stubborn И Billy у нас эгоистичный – selfish Далее, перейдем к восьмому упражнению Which of the adjectives in exercise 5-6 best describe you? Какие прилагательные в упражнениях пятом и шестом лучше всего описывают тебя? Is there a quality you don't have, but you would like to have? Есть ли у вас какое качество, которого у вас нет, но вы бы хотели его иметь? Обсудите это в парах И пример I'm sociable and honest Я общительная, честная I'd like to be more patient Я бы хотела быть более терпеливым или терпеливой А ты? И ответ Я достаточно терпеливый, но я бы хотела быть более уверенным Ребята, пример я вам напишу Ребята, я написала прямо тут Например, вы можете сказать, что I'm easygoing and sociable I'd like to be more confident То есть я легкий в общении, общительный И хотел бы быть более уверенной в себе А ты? А я достаточно оптимистичный, но я бы хотел быть менее чувствительным Хорошо, ребята Девятое упражнение Какие чувства, действия на картинках 1 и 8 предполагают? Выберите из списка Сделайте предложение, как в примере И пример Итак, то есть ладони Ника потеют Он, кажется, нервничает Он выглядит нервным Далее Прочитаем прилагательный Nervous – нервный Furious – взбешенный В ярости Surprise – удивленный Impatient – нетерпеливый Bored – скучающий Unsure – неуверенный Worried – взволнованный Puzzled – озадаченный И Значит Palms sweat – потеть ладони Scratch one's head – чесать голову Tap one's foot Топать ногой Кусать четвертые губы Пятое – скрещивать руки Шестое – трясти плечами Седьмое – стучать зубами И восьмое – поднимать брови Поехали! Ребята, посмотрите Здесь написаны ответы на девятое задание Сами можете прочитать Все как в примере Второе Питер is scratching his head He seems puzzled То есть Питер чешет голову Он, кажется, выглядит озадаченным Или he looks puzzled То есть нужно выбрать либо he seems puzzled Либо he looks puzzled И так далее Все легко Алекс is tapping his foot He seems impatient То есть Да, ребята Tap – это поддергивать ногой А не топать Алекс поддергивает ногой Он выглядит нетерпеливым Хелен is biting her lip He seems worried Хелен кусает свои губы Она кажется взволнованной Газ is crossing his arms He seems bored Газ скрестил руки Ему кажется скучно Джон is shrugging his shoulders He seems unsure Джон пожимает плечами Чуть-чуть трясет плечами Он, кажется, не уверен Лора is clenching his teeth He seems furious Лора стискивает зубы Она кажется взбешенной Да, ребята Clenching – это все-таки Больше стискивать, да Чем постукивать И Tom is raising his eyebrows He seems surprised Том поднимает свои брови Он кажется удивленным Перейдем к следующему упражнению Итак, назовите Трите вещи, которые вы нашли Интересными в тексте Как они могут вам помочь Когда вы встречаете Новых людей И пример Начало, точнее To break the ice You can smile at the new person Then Итак, чтобы растопить лед Да, так сказать Нарушить молчание Вы должны улыбаться Другому человеку Затем Ну, например You should be a good listener Вы должны быть хорошим слушателем Далее To talk to other person You should be an interesting person То есть, чтобы разговаривать С другими людьми Вы должны быть интересным человеком Сами Далее То есть, развивайте свои увлечения Например, don't chat without stopping Ask people questions Не болтайте сами Без остановки Задавайте другим людям вопросы Хорошо, ребята А сейчас мы с вами перейдем к следующему заданию Это упражнение К следующей части первого модуля Это 1.b Итак, look at the pictures and answer the questions Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы Например, итак, вопросы What does the picture show? Что показывает картинка? What are the people doing? Что люди делают? What are the people wearing? Во что люди одеты? How are they feeling? Как они себя чувствуют? И начало здесь у нас уже положено The picture shows two teenagers in the countryside Картинка показывает двух тинейджеров В какой-то сельской местности Итак, ну, на первый вопрос ответили люди Что the picture shows two teenagers in the countryside This is a boy and a girl What are they doing? Второе, что они делают? They are chatting And they are laughing То есть, они болтают и смеются The girl is sitting on the bench Or maybe on the wall The boy is standing near her Мальчик стоит около нее Что они, во что они одеты? The girl is wearing a t-shirt Blue jeans And blue jeans And the boy is wearing a white t-shirt Белую футболку Jeans with a belt Джинсы с ремнем And a checked shirt И рубашку в клетку How are they feeling? Как они себя чувствуют в этом? Еще раз They are laughing They are happy They are relaxed То есть, они смеются Они счастливы Они расслаблены Хорошо, ребята Перейдем к следующему упражнению Персональная информация Прочитайте вопросы И когда вы на них отвечаете Например, what's your name? Как тебя зовут? Where are you from? Откуда ты? What do you do? Чем ты занимаешься? Именно имеется в виду Ты студент Ты работаешь Тогда где, да? Have we met before? Встречались мы или мы раньше? Have you got any brothers or sisters? У тебя есть братья или сестры? Is your sister single married? Твоя сестра замужем и одинока или замужем? How old are you? Сколько тебе лет? Have you been living here long? Ты долго здесь живешь? Do you like basketball? Тебе нравится баскетбол? Are you new here? Ты новичок здесь? То есть, ребята, когда мы можем задать данные вопросы? Данные вопросы мы можем задать при первой встрече с человеком, при первом знакомстве Далее, третье упражнение Прочитайте диалог и заполните пропуски 1-5 вопросами из упражнения 2-го Послушайте и проверьте Читаем и переводим Я уже заполнила пропуски, внимательно посмотрите Привет, мое имя Гарри Мы встречались раньше Я так не думаю Я Мэри, Мэри Ньютон Приятно познакомиться, Мэри Ты здесь новенькая? Yes, we've just moved in next door Да, мы только что въехали в соседний дом Really, welcome to the neighborhood, then Действительно, добро пожаловать в нашу местность тогда Then, what's your name? I didn't catch it Thanks, спасибо А как ваше имя? Я не уловила I'm Harry What a nice day Я Гарри Какой хороший день Indeed it is Да, конечно Have you been living here long? А вы здесь долго живете? For as long as I remember Так долго, как я себя помню My family moved here when I was three Моя семья переехала сюда, когда мне было три Have you got any brothers or sisters? Ребята, посмотрите Слово brothers, да? Надо правильно написать Пожалуйста, перепроверяйте за мной Потому что я пишу и говорю Быстро могу в чем-то ошибиться нечаянно Итак, у вас есть братья или сестры у тебя? Ответ Гарри One sister and you Одна сестра А у тебя? No, I have not I'm an only child Нет, у меня нет Я единственный ребенок I see How are you? Понятно Ребята, опять же How Old Are you? Понятно Сколько тебе лет? Видите, приходится исправляться уже по ходу А то в попыхах не так напишешь Итак I turn 16 next May В следующем мае мне будет 16 That makes us the same age О, тогда мы одного и того же возраста Great, maybe we'll have some classes together at school Великолепно Может быть, у нас будут совместные уроки в школе? Yes, I hope so Да, надеюсь на это Окей I'll see you Monday then Ну хорошо Тогда увидимся в понедельник Так, ребята Все фразы мы вставили Внимательно на них посмотрите Далее перейдем к следующему упражнению Четвертому Speaking Говорение Портфолио Work in path Работайте в парах Вообразите, что вы в летнем лагере Используйте вопросы из упражнения второго Чтобы выяснить информацию о своем партнере Запишите себя Ребята, посмотрите Здесь я составила примерное портфолио для вас И давайте его прочитаем Например, то есть вы можете свои имена вставлять, свой возраст Ну, примерно Hello, my name is Sveta What's your name? Мое имя Sveta, как твое имя? I'm Lena Lena Ivanova Nice to meet you, Lena Where are you from? Приятно познакомиться Откуда ты? Я из Москвы А ты? I'm from Moscow You? I'm from Vladimir Welcome to the camp Я из Владимира Добро пожаловать в лагерь Thanks, Sveta Have you been here long? А ты здесь давно? I arrived here on Friday How old are you, Sveta? Ой, извините, ребята Я приехала сюда в пятницу Сколько тебе лет? Ребята, вот тут немножко имя спутало Вместо света должна быть Лена Лена, да? Лена То есть, сколько тебе лет, Лена? Мне I turn fifteen in April You? Мне пятнадцать в апреле А тебе? I'm fifteen in June Мне пятнадцать в июне We are almost the same age Мы почти одного и того же возраста So, we might be in the same team И так, должно быть, мы с тобой в одной группе Имеется в виду, да? Господи, в отряде Do you like swimming? Тебе нравится плавание? Это мой любимый спорт It's my favorite sport Have you got any brothers or sisters? У тебя есть братья или сёстры? Just one brother And you? Только один брат А у тебя? You? I'm an only child Я единственный ребёнок Look, everyone is going for dinner Посмотри, все идут на ужин Should we join them? Должны ли мы к ним присоединиться? That should A good idea Отличная идея Так, ребята, продолжим далее Вот такое маленькое портфолио Вы, конечно же, можете его чем-то ещё дополнить Итак, задание пятое Прочитайте предложение AF о ваших отношениях в семье Который из них описывает вашу семейную ситуацию Дайте причину, то есть почему Итак, A I have no privacy at home У меня нет частной жизни дома Далее B My father's views are rather old-fashioned Взгляды моего отца достаточно устаревшие C I get on very well with my parents Я хорошо лажу с моими родителями D I wish I wasn't an only child Я бы хотел, чтобы я был не единственный ребёнок в семье И Family meals usually end in arguments Семейные приёмы пищи всегда заканчиваются спорами Далее F I don't have enough room space У меня нет достаточно места для себя частного My parents know everything about me Мои родители всё обо мне знают They always look at my messages Например, они всегда смотрят мою переписку, сообщения И, например, I can't have secrets И у меня не может быть секретов Или, например, I can't stay alone Или я не могу остаться один At home, дома Ну, или что-то вроде того Далее, ребята Под буковкой B Послушайте подростков Которые говорят на радиопрограмме Об их отношениях в их семье Отметьте предложение буквами A, F В порядке, как вы их услышите Есть одно лишнее утверждение Ребята, я уже это сделала за вас Посмотрите, да Первое – это D, второе – C, третье – A, четвёртое – F и пятое – I Далее, повседневный английский Упражнение шестое Соедините вопросы и ответы Затем проверьте Послушайте и проверите Итак, ребята Смотрим Excuse me Ответ F Yes, can I help you? Извините Да, могу ли я вам чем-то помочь? 2, J Please to meet you I'm John Приятно познакомиться Я, John Ответ Ответ J Please to meet you Приятно познакомиться с вами тоже Третье Is the seat taken? Это место занято Ответ I No, please sit down Нет, пожалуйста, садитесь Четвёртое What a nice day Ответ A Какой хороший день Да, конечно То есть Indeed it is Да, конечно Пятое H Good morning Доброе утро И ответ hello Ну, hello, да, просто hello Далее Шестое How are you? Как дела? И ответ C Fine, thanks Спасибо, хорошо Седьмое I'm afraid I have to go now Боюсь, мне пора идти Ответ B See you later Увидимся позже Восьмое Make yourself at home И ответ I That's very kind То есть Чувствуйте себя как дома Это очень приятно С вашей стороны То есть Господи, как это говорится По-доброму Мило с вашей стороны Вот Далее Can I offer you something? Могу ли я вам что-то предложить? Ответ G No, thanks, I'm fine Нет, спасибо, все хорошо Далее D Thanks for coming Спасибо за то, что вы пришли Так D Well, thank you for inviting me Спасибо за то, что пригласили Далее Итак, далее Задание под буквкой B Which exchanges are about? О чем? Какие утверждения о следующем? Первое Starting a conversation Начиная разговор Начало разговора Это 3 и 5 Смотрим, что было по 3 Это Is the seat taken? То есть Это сидение занято То есть Вы можете Выдать с таким Вот урождением И начать Вопрос И начать разговор И 5 Good morning Далее Getting someone's attention Получить Чье-то Внимание Это 1 1 Смотрим Excuse me Простите Да Далее Greeting someone Поприветствовать кого-то Это 5 Это смотрим Это тоже Good morning Да Ну, ребята Вы можете оставлять одно Можете Вписывать два Которые вам больше нравятся Да Далее Ending a conversation Заканчиваем разговор Это 7 Да 7 Смотрим Это I'm afraid I have to go now Боюсь, что мне придется сейчас идти Далее Так Приветствуем Приветствуем Кого-то уже назвали Четвертые Да Пропустили Introducing yourself Представление себя Представляем себя Это 2 Please to meet you I'm John Приятно познакомиться Я Джон Да Далее Saying goodbye Говорим goodbye Прощаемся с кем-то Это 7 И 10 То есть, например I'm afraid I have to go now И thanks for coming Спасибо за то, что вы пришли И я боюсь, мне сейчас придется уйти Ну, можно оставить просто 10 Можно И чтобы было по одному, да Итак Saying goodbye И восьмой Breaking the eyes То есть, нарушаем молчание И подходит 2, 4, 5 и 6 Смотрим 2 Please to meet you Да, ну, это как первая фраза знакомства 4 What a nice day Какой прекрасный день 5 Good morning И шестое How are you? Как дела? Так, ребята Продолжим дальше Complete the exchanges Use sentences from exercise 6 A Compare with your partner Дополните фразы Используйте предложение из упражнения 6 Под буковкой A Сравните со своим партнером Итак, ребята Смотрим на правильные ответы See you later Увидимся позже Take care Позаботься о себе Второе How are you? Как дела? Not bad How about you? Неплохо Как насчет тебя? Третье Well, thank you for inviting me Спасибо, что пригласили I'm glad you came Я рад, что ты пришел Четвертое Hello Ответ Good morning Nice day, isn't it? Привет Хорошее утро Ой, извините Доброе утро Хороший день, не так ли? И пятое Excuse me Простите How can I help you, sir? Как я вам могу помочь? Далее, ребята Смотрим на следующее задание Итак, выберите правильный ответ Послушайте и проверьте Давайте начнем Первое How is it going? Как дела? Couldn't be better Не может быть лучше Glad to meet you Ну, правильный ответ Не может быть лучше Talk to you later Поговорим позже Take care Далее Третье I'm glad you came Рад, что ты пришел So am I Или I'm afraid I have to leave now Я боюсь, что мне нужно уйти Или Я тоже Ну, я думаю, и я тоже Четвертое Thank you very much Большое спасибо Don't mention it Не упоминай об этом Pretty good thanks Достаточно хорошо Спасибо Не упоминай об этом Далее Пятое I haven't seen your frayges Я не видел у тебя целую вечность И ответ правильный I know B, да? Я знаю You haven't changed a bit Ты нисколечко не изменился Хорошо Ребята, продолжим упражнение Девятое Read the box Прочитайте Коробочку вот этого Then listen and choose the adjective That best describes each speaker's attitude Затем послушайте И выберите прилагательный Который лучше всего Описывает отношения Каждого спикера Ну, говорящего Is there intonation rising or falling? Интонация поднимается Или опускается Итак, сначала читаем Your intonation is the way your voice rises and falls as you speak Твоя интонация – это способ, когда твой голос повышается или падает, да, понижается, когда ты говоришь Your intonation shows your feelings Твоя интонация показывает твои чувства Например Interest, disbelief, sarcasm, enthusiasm Интерес, неверие, недоверие, сарказм, enthusiasm Итак, ребята, перейдем к правильным ответам Excuse me В первом случае, да, под буковкой A Это было с раздражением Annoyed Под буковкой B Это было polite, вежливо What's up? В чем дело? Да, второе Под буковкой A Это было friendly, дружелюбно И под буковкой B Это было aggressive, агрессивно Далее Третье Is this it taken? Это место занято В первом случае Под буковкой A Это было polite, вежливо И под буковкой B Это было suspicious, с подозрением Итак, ребята, далее Мы читаем с вами комикс Да, это уже мы перешли к модулю 1 под буковкой C Который посвящен грамматике Мы читаем с вами комикс и выполняем упражнения Первое Hey, are you really talking dog? Эй, привет! Ты действительно говорящая собака? I certainly am, sir Конечно, sir Третье Not only that I know how to do maths, too Не только это Я также знаю, как решать математику Четвертое And I've been studying literature for the last two years И последние два года я учил литературу Пятое I've learned the works of Shakespeare by heart Я выучил Шекспира наизусть Шестое I don't believe it Why do you want to give away a dog like that, madam? Я не верю в это Почему вы хотите отдать такую собаку, мадам? Седьмое He's always lying to people Он всегда лжет людям Итак, ребята, смотрим Present Simple Present Continuous Present Perfect Simple Present Perfect Continuous Это времена, которые будут нам встречаться И первое упражнение Прочитайте комикс Какие времена В каком времени выделенные глаголы находятся И найдите примеры Следующих имен Следующих состояний A permanent state Постоянное состояние Ребята, давайте ответим на первый вопрос Потом перейдем Какие времена выделенных глаголов Итак Are you really a talking dog? В настоящее время Are you? Во втором ничего нет Во третьем ничего нет То есть Present Simple Первый Present Simple Далее Четвертое I've been studying Это Present Perfect Continuous Я учу литературу В течение последних двух лет Present Perfect Continuous Пятое I've learned Он выучил Что-то он уже и сделал Да? И шестое Ой, извиняюсь, седьмое He's lying Он лжет Он постоянно лжет людям Ну, это время Present Continuous И далее, ребята По примерам Постоянное состояние Постоянное состояние Это Are you really? Вы Действительно Говорящая Собакам Да? Второе Выражение Злости Или Раздражения В повторяющемся Действии Это Седьмое He's always lying He's lying Далее Action Действие Которое началось в прошлом И продолжается В настоящем Состоянии Ну, в состоянии Продолжения Находится Это Present Perfect Continuous I've been studying Оно началось в прошлом И до сих пор продолжается Далее И последнее An action That happened At an unstated time In the past Действие Которое произошло В неустановленное время В прошлом Это, конечно, Пятое I've learned Я выучил Хорошо Итак, ребята Перейдем К второму упражнению Put the verbs In the brackets Into the correct tense Compare with a partner Поставьте предложение В правильное время И сравните С партнером Итак, первое When will Ребята, секундочку Напишу The kids When will the kids Come back from their holiday То есть, будущее время Когда приедут дети School starts on the fifteenth So a week earlier Итак, школа начинается пятнадцатого Поэтому они приедут на неделю раньше В данном случае Starts Это настоящее время Далее Sue is looking for a new flat at the moment Sue ищет новую квартиру в данный момент В данный момент, прямо сейчас Поэтому с окончанием In the present continuous Has she found anything yet? Она уже что-то нашла Present perfect Далее Does your sister always leave her stuff everywhere? Твоя сестра всегда оставляет свои вещи везде Yes, and she is always complaining about me being messy В первом случае это просто вопрос А второе – это уже привычка Да, и она всегда жалуется То есть, постоянная привычка Она постоянно это делает Complaining Она всегда жалуется на меня Что я Грязнули, да, так сказать Can you drive? Ты можешь водить машину? I'm learning Я учусь в данный момент Поэтому present continuous I have been taking lessons for two weeks now Я уже две недели беру уроки Далее То есть, это present perfect continuous Действие продолжается в течение двух недель И продолжается в данное время тоже Пятое Oh no, I have lost my keys again О нет, я потеряла ключи снова И постоянно повторяющееся действие во втором – это под B Not again, you are always losing your keys Не снова, а ты всегда теряешь свои ключи Хорошо Ребята, перейдем к следующему упражнению Далее, ребята, упражнение третье Прочитайте теорию Найдите два примера статичных глаголов в комиксе То есть, смотрим Статичные глаголы Это глаголы, которые в нормальном состоянии Обычно не имеют времени Continuous Потому что они описывают состояние, но не действие Например, нравится, любить, ненавидеть, верить, знать и так далее Например, he likes tennis, он любит теннис Некоторые статичные глаголы имеют время continuous Но в этом случае у них другое значение Например, я думаю, он лжет Я думаю о том, чтобы пойти погулять То есть, я думаю в целом Это как состояние, да, что он лжет И я думаю в данный момент Я действительно об этом думаю Это как действие Думаю о том, чтобы пойти погулять Итак, два примера статичных глаголов в тексте Ага, ну сразу вот, ребята I don't believe it Я не верю В шестом, да И I know Я знаю Так, посмотрим, может быть, что-то еще Ну вот, я не верю И я знаю Отличные примеры Далее, под буковкой B Put the verbs in brackets into the present simple or continuous Поставьте глаголы в скобках в present simple или в continuous Итак, первое Почему Билли так плохо себя ведет? Why is Billy so naughty? He is tired То есть, он устал Далее Почему ты пробуешь суп на вкус? Why are you tasting? Почему ты пробуешь? Why are you tasting the soup? Я думаю, его вкус немного странный I think it tastes a bit funny Далее, третий It looks, кажется Это не действие, это статичный глагол It looks like their car has broken down again Кажется, их машина сломалась снова Да Они в данный момент ищут новую They are looking Далее, четвертый What do you think of Anne? Что ты думаешь об Анне? What do you think of Anne? She is cool Она прикольная Я думаю о том, чтобы пригласить ее на вечеринку I am В данный момент это уже действие I am thinking Так, ребята, чуть-чуть подвину I am thinking of inviting her to my party Я думаю о том, чтобы пригласить ее на мою вечеринку Далее Выражение будущих действий Will go into present continuous Present simple Итак, нам нужно соединить времена Выделенное жирным С их Когда они используются То есть предложениями, когда они используются Итак Tie your shoelaces Звяжи шнурки You are going to trip over them Иначе ты споткнешься о них Далее They are going to move house the summer Они переедут в этим летом Третье I am tired I think I will have an early night Я устала Я думаю, я рано пойду спать Четвертое The bus leaves at 7 p.m. Автобус уезжает в 7 часов вечера Пятое I am seeing my friends tomorrow Я встречаюсь с друзьями завтра Шестое It's hot I will open the window Жарко Я открою окно Итак On the spot decision Первое, да? Решение здесь и сейчас Итак, решение здесь и сейчас Это у нас Это под номером 6 It's hot I loop Жарко Открою окно Далее B Planned action or intention Спланированные действия или намерения Это под цифрой 2 Они собираются переехать в это этим летом Далее Предсказания будущего основанные на том, что вы думаете верите или обещаете Это Третье Я устал Я думаю Я пойду спать рано Да Fixed arrangement in the near future То есть какая-то фиксированная договоренность в ближайшем будущем Фиксированное какое-то событие Это Пятое Я встречаюсь с моими друзьями завтра Далее Расписание Это у нас четвертое Понятно, да? Автобус уезжает в 7 И Будущие предсказания основанные на том, как вы видите или знаете Это F То есть Завяжи шнурки Иначе ты споткнешься Далее Итак, ребята продолжаем дальше Упражнение 5 Обязательно не забудьте подписаться на канал чтобы не потеряться и смотрите другие видео с контрольными работами и домашними заданиями Fill in the gaps with will or am I going to Заполните пропуски will или going to Все легко? Начинаем Look, pets here Посмотри Здесь pet I'm going to go and talk to her Я собираюсь с ней поговорить I'm going To Первое вставляем I'm going to Действия запланированы в ближайшем будущем Далее What are your plans for Saturday night? Также запланированные действия в будущем Какие твои планы на вечер субботы? We are going to invite some people over for dinner Would you like to come? Итак Значит, правильный ответ We are going to Мы собираемся пригласить несколько человек на ужин Ты бы хотел прийти Далее Третье I'm afraid I can't solve this problem Я боюсь, я не могу решить эту проблему Don't worry Не волнуйся, я помогу тебе I will help you То есть решение принятое прямо сейчас The phone is ringing Звонит телефон I will get it Я возьму трубку, имеется в виду Тоже решение принятое прямо сейчас Я сейчас это сделаю Пятое I'm still in pain Тебе до сих пор больно? Yes I'm going То есть это запланированное действие Да I'm going to see the dentist today Сегодня я собираюсь встретиться с доктором Далее, ребята, шестое упражнение Use the notes to act out short exchanges Используйте записки, чтобы разыграть короткие диалоги И пример What time does the bus leave? В какое время уезжает автобус? It leaves at 5 So we are meeting at the station at 4.30 Да? Ну, все понятно Далее Далее, ребята, посмотрите Я уже расписала остальные предложения Итак What time does the concert start? В какое время начинается концерт? 9.30 В 9.30 So we are going to leave We are leaving the house at 8 Итак, поэтому мы уходим из дома в 8 Выходим Следующее What time does the film start? В какое время начинается фильм? At 8 o'clock So we are meeting Или going to meet Outside the cinema at 7.45 То есть В какое время начинается фильм? В 8 часов Поэтому мы Встретимся перед кинотеатром в 7.45 Далее What time does your ballet lesson finish? В какое время заканчивается твой урок балета? 6 o'clock В 6 часов So I'll pick you up Итак, я заберу тебя в 6.15 Далее, ребята, перейдем к седьмому упражнению Past simple времена и past continuous Прошедшие времена Simple и continuous Задание Match the tenses in bold to their uses Give more examples Соедините времена, выделенные жирным шрифтом С их использованием Дайте больше примеров Итак, первое предложение He picked up his jacket Locked the door and left Он взял куртку, закрыл дверь и ушел Это B Прошедшие действия, которые случилось одно за другим То есть он взял, закрыл, ушел Второе I was cleaning the attic when I came across my first diary Я чистила чердак, когда я нашла свой первый дневник Наткнулась на первый дневник Это C Это прошедшее действие, которое продолжалось, было в прогрессе И прерванное другим прошедшим действием Да? То есть я чистила и вдруг нашла То есть одно было прервано Итак, третье Шекспир написал Гамлета в 1600 году Итак, это A complete action or event which happened at a stated time in the past То есть законченное действие или событие, которое случилось в определенный период действия В определенное время в прошлом Далее, четвертое When he was young, he rode his bike to work every day Когда он был молодым, он ездил на велосипеде на работу каждый день Это E Past habit of state Привычка в прошлом или состоянии И пятое I was watching TV while they were cooking dinner Я смотрел телевизор в то время, как они готовили ужин И это D Two or more simultaneous past actions Два или больше действий, которые происходили в один и тот же момент Далее, ребята, восьмое упражнение Put the verbs in brackets in the correct tense Поставьте глаголы в скобках в правильное время Итак, новое сообщение Dear Jess Дорогая Jess How are you? Как дела? I'm sorry I Здесь have not written Present perfect I have not written Я не писал I have not written to you for a while Извини за то, что я тебе не писал не это время I've been То есть I have been Да, тоже present perfect Я был really busy Действительно занят Let me tell you my news Позволь мне рассказать тебе о моих новостях Итак I started at the local 6th form college last September То есть я поступил в колледж 6-го разряда в прошлом сентябре Это особый вид колледжа в Англии Там, где ученики с 16 по 19 лет учатся I'm studying for my A levels at the moment Сейчас я изучаю уровень A I'm going to become a lawyer when I grow up So I'll have to work hard and pass my all exams to get into a good university Я собираюсь быть адвокатом, когда вырасту Итак, мне нужно работать усердно, чтобы сдать все мои экзамены в хороший институт Чтобы пройти в хороший институт My other news is that I have a new pet dog Другая новость моя – это то, что у меня новый питомец, домашний питомец с собакой Далее Далее Время perfect I have had I have had him for two months now and he's really cute, but sometimes a little naughty У меня он уже два месяца и он действительно классный, прикольный, клевый По-любому можно перевести милый, cute, но иногда немножко безобразный For example, while I Здесь вставляем was working Надеюсь, ребята, вам видно, что я вставляю Секундочку Например, когда мы с ним вчера гуляли в парке Он ran off Убежал And it took me И это у меня заняло целый час с половиной, чтобы найти его Итак, далее Anyway, I must go as I have some homework to do В любом случае я должен идти, потому что у меня есть домашняя работа для того, чтобы ее сделать But I promise I will Я обещаю, что я напишу I will write again soon Что я напишу очень скоро Love Poppy С любовью Poppy Далее, ребята, и последнее упражнение Напишите предложение о вашей школьной жизни, используя слова из списка, затем расскажите о них вашему партнеру Итак, ребята, быстренько посмотрите на эти предложения Я приехала в этот город три года назад Город три года назад Перед тем, как я пошла на эту вечеринку, я сходила в магазины Я до сих пор не сделала мою домашнюю работу по биологии Я уже Я уже и сделала мою домашнюю работу Я не решила еще, что я хочу делать, когда я уйду из школы Завтра утром у меня математика и английский И я учу английский язык в течение шести лет Ребята, обязательно посмотрите вторую часть первого модуля, где разбираются уроки под буковками D, I и F А также смотрите видео с контрольными работами и домашними Всем удачи, всем спасибо, пока, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok